Через полтора года Самарская арена примет шесть матчей мирового первенства, четыре группового этапа, в том числе и матч сборной России, одну четвертую и одну восьмую финала. По информации генерального директора строительной компании, работы идут с незначительным отставанием от графика. Готовность объекта 50%. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. На прошлой неделе начались работы по остеклению трибун. Сейчас на объекте задействованы около 1700 рабочих и 140 единиц техники. Все работы на Самаро-арене должны завершиться в декабре 2017 года. В ходе рабочего визита осмотрели и гостиницу, которую обещают сдать уже в декабре. Построены два этажа паркинга, уже там заведена кирпичная кладка, идут отделочные работы. Монолит может созерцать за моей спиной. Работы ведутся круглосуточно. Суббота, воскресенье. Думаю, что и практически уверен, что график мы соблюдем на 100%. Темпы строительства оценил вице-премьер страны Виталий Мутко. Впечатлениями от увиденного он поделился на расширенном совещании по подготовке Самары к проведению чемпионата мира по футболу. С точки зрения концепции проведения чемпионата, Самарский регион – один из важнейших. Программа подготовки включает 82 инфраструктурных объекта. На совещании Виталий Мутко высоко оценил и подготовку спортивной инфраструктуры. Отметил необходимость создания в ближайшее время службы эксплуатации стадиона. Особую оценку получила концепция размещения футболистов и болельщиков. Прогресс за последние два месяца колоссальный. Это надо отметить. И, в принципе, мы видим, что строитель возвращается по настоящему в стройку. Концепция размещения гостеприимства, она отработана. Мы, Николай Иванович, посмотрели сейчас последний объект Лотоплаза, который там строится. В общем-то, каких-то там тревог тоже нет. Но, в целом, все равно надо держать это на контроле. Потому что здесь для нас это важно. Это гостиница, которая будет принимать команду номер два, так условно. Поэтому она очень важна с точки зрения концепции проведения и подготовки чемпионата мира. Осталось, по большому счету, год практически такой активной работы. Это уже не так много времени. Мы знаем, представляем, объем работ пока очень большой. Но мы видим, что все реально можно реализовать. И на стадионе я согласен с вами, что там сейчас активно идет движение. Мы будем любую помощь оказывать. Может быть, в технике, в людях. Или подрядные организации какие-то дополнительные. Также была отмечена серьезная работа по реконструкции Московского шоссе, которая после окончания стройки на порядок улучшит качество транспортного обслуживания жителей и гостей Самары. К чемпионату мира по футболу на ремонт дорог в Самаре потратят около 20 миллиардов рублей. Особое внимание в следующем году уделят также благоустройству города и реконструкции фасадов домов. Марина Кравцова, Лариса Шалафас, Артем Сулайманов, События.